добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку очередном ну во первых мы отпраздновали все наши праздники грандиозные месяца тишрей вот последний из них был шмини ацерет или симхат тура радовались тому что вот закончили и начали новый цикл чтения тары и в эту субботу мы читаем первую главу главу берейшит и я сегодняшний урок хотел посвятить именно добрый день вот уже появляются первые люди добрый день и я надеюсь что если будет не слышно мне об этом как то как напишут что здесь не слышно но пока вот если нет этого значит все слышно я хотел посвятить наш урок вот этому годичному циклу чтения тары то есть все мы прекрасно знаем что из года в год нужно прочитывать тару от начала и до конца вот мы начинаем читать как раз вот праздник симхат тура после него начинаем читать первую главу и вот в течение года вот этот цикл заканчивается и к следующему празднику шмини ацерет мы как раз должны закончить все чтение тары вот этому я хотел посвятить уроки собственно таре а на побудило меня вот что сегодня прямо перед вот моим уроком вот здесь у меня был другой урок синагоги с людьми и мы заговорили о том в чем сущность еврейского народа и я пытался им рассказать о том что народ наш он не объединяется допустим общей кровью или какими-то вот расовым признаками потому что ну вот в моем доме на пятом этаже живет семья эфиопских евреев но мы расово сильно отличаемся друг от друга и вместе с тем и они и мы мы евреи поэтому евреи выглядит по-разному и видимо через расу это не воспринять ну и вот в конце концов мы договорились до того что всех нас объединяет вот книга тара у всех у нас есть книга тара и вот это вот 2 вот это вот дарованная нами она мы всевышним она собственно нас и делает единым народом слабый звук у меня или есть еще кого-то вот здесь написано слабый звук слабый звук у всех и если есть еще то у кого слабый звук просто видимо я не знаю у меня больше никак не не полностью включен звук но я буду может быть стараться погромче говорить может быть как то так это она значит мы говорили о том звук не усилился не улучшился не никто мне не ответит на это и мы начали говорить о том что именно вот эта вот книга вот это вот учение делает нас единым народом объединяет все вместе и тогда один из присутствующих евреев будет вот я еврей у меня родители евреи я еврей но вот вы знаете я никогда эту книгу не читал не читал вот не читал и все признался честно при всех ну и что и я перестаю быть евреем хорошо слышно и я перестаю быть евреем от того что вот я не читал эту книгу мне нужно было как-то ответить на этот вопрос и вот как я ему ответил сейчас я постараюсь вам ответить на этот вопрос также если еврей рожденный никогда в жизни не брал в руки книгу тару не читал не знает что там написано вообще он вообще-то еврей или он не еврей если по моему определению эта книга нас всех объединяет то по моему определению как оказалось бы он и не еврей он не знает этой книги она его не может обменять другие оказывается вопрос все сложнее сложнее чем вот эти вот мои простые рассуждения значит так мы говорим о том что еврейство начинается от авраам авраам человек который жил в урказдиме собственно вот по национальности был абсолютно каким-то вот там вот месопотамцем да ассирийцем где-то жил в урказдиме ему всевышний сказал вот возьми всю свою семью и отправляйся туда куда я тебе скажу то есть вот от слова евре лавор евре перешедший он перешел из одного состояния в другое из одно место в другое вот этого слова евреи и означает еврей получается что первыми евреями был авраам и его семейство которое собралось покинул свою родину и перешло в другое место другое состояние из многобожья в единобожье из урказдима землю кнамскую но еврейского народа когда еще не вот он был еврей вот авраам был еврей его семья были евреи еврей и дальше начинается цепочка вот эта знаменитая не буду о ней говорить авраам рождает исхака ишмаэля дальше идет все по линии цхака исхак рождает и самая акова и дальше идет по линии якова и вот яков народил двенадцать вместе своими женами народил двенадцать сыновей дочь одну и вот эти двенадцать сыновей это 12 колен израилевых и от них собственно вот начинает зарождаться народ но еще нет народа и все эти люди большая семья спускаются в египет там они живут 210 лет и вот они оттуда выходят или выведены вот этого огромная семья вместе с примкнувшими чужими не родственниками выходит из египта и на 50 день оказывается у горы синай и вот там происходит то что мы называем божественное откровение да вот такой вот и вот мы говорим что все те люди то есть из родственников неродственников семьи примкнувших все кто там оказался у этой горы и стал свидетелем этого божественного откровения вот это и стало еврейским народом то есть вот это вот откровение объединила всех евреев то есть потомков рама и неевреев примкнувших ним и это превратилось все в евреи понимаем что семья и народ отличается даже огромная семья огромная семья не может стать народом чтобы между семьей и народом есть достаточно большие различия даже огромный клан не может стать народом народом ночи больше я не берусь давать сейчас определение но по крайней мере вот вот родственники прикнувшие с ним при помощи божественного откровения становятся еврейским народом вот этот момент я как раз хочу акцентировать божественное откровение значит произошло нечто я уже не знаю как это нечто точно определить что там произошло вот мощное излучение извержение пожар трудные звуки голоса не знаю что там было так видимо было все сразу все сразу и 2 это описывает одним стихом говорит о том что народ стал видеть голоса понятно что это ненормальное состояние видеть голоса и видимо вот это вот вот ненормальное явление каким-то образом объединило всех то есть она видимо произвело во всех некое изменение которое их объединила и стала отличать от всех остальных которых там не было вот все кто там был они стали еврейским народом теперь слушайте внимательно есть два понятия два понятия тары ну во первых есть тара письменная понятно есть тара устная это мы говорим да письменная тара это вот как раз вот тонах начинается с пяти те же моисея то что мы еще и 40 лет записывал в пустыне виде пяти книги да это начатки письменной тары потом письменную тару вошли еще книги пророков и книги писаний и эзра все это кодифицировал да и вот в шестом веке шестом пятом веке до нашей эры по существу возник тонах как некая такая кодифицированная священная книга евреев и она называется письменная тара и дальше была дана устная тара устная тара это не комментарии на письменную тару многие считают что вот комментарии на письменную тару это и есть устная тара нет это не так устная тара это самостоятельная тара но была дана из уст на маше на горе И дальше он ее передавал по цепочке. Ишуабеннуну, тот передал старцам, те передали пророкам, те людям большого собрания и так далее. Это тоже написано у нас в книге по учению отцов, там в первом мишне это написано, передача вот этой самой информации. Так вот, устная тара, и это следует понимать, это не комментарий на письменную тару, это самостоятельная тара. Есть письменная тара, есть устная тара. И законы, все законы, которые есть у нас, мы учим из устной тары. В свое время она была записана в виде мишны и гмара, то есть в виде талмуда. Вот талмуд по существу это последний уровень концентрации записи устной традиции и устной тары. Так вот, прошу не путать, устная тара это отдельная тара, и она была дана совершенно вместе с письменной тарой. Письменную тару нельзя было трогать, передавать письменно, как записывалось. А устная тара, она, естественно, менялась, и ко времени того, какие записали, она, видимо, достаточно сильно изменилась с момента, потому что закон и восприятие закона меняются. Так вот, есть еще одно понятие, помимо устной тары и письменной тары. Есть понятие, которое я называю Тара Всевышнего. Тора Ташем. Откуда я это бил? Из псалма. Вот псалма Гавида я вам предлагаю. Девятнадцатый псалм. Пожалуйста, можете посмотреть потом на досуге, прочитайте. Девятнадцатый псалм. Восьмая строчка. И там написано Тора Ташем Тмима. Мишеват Нефеш. Тора Всевышнего Тмима, ну, можно перевести как истинна, целостна, абсолютно гармонична. И она Мишеват Нефеш. Она, можно сказать, оживляет душу, или она притягивает душу, или тянет, или направляет душу. Значит, Тора Ташем. Тора Всевышнего. Я вот как раз и думаю, что вот этот момент дарования тары, то, что произошло в горе Синай, вот это вот непонятное явление, вот это излучение, облучение, не знаю как, она и есть передача тары Всевышнего во всех вот тех людей, которые там находились. Поэтому я считаю, что как раз вот шестого сивана, мы празднуем это вот, швот, или мы говорим дарование тары, мы почему-то не уточняем дарование какой тары. Потому что Моше принесет скрижали, ну, первый раз с семнадцатого Томуза, но он их разобьет, поскольку увидит, что происходит там внизу. А второй раз окончательно он приносит скрижали в емкий пур. То есть на сто двадцатый день после стояния у горы Синай мы только получили скрижали. То есть то, что принес Моше, он принесет только на сто двадцатый день. А что же происходило в первый день шестого сивана, когда мы, собственно, празднуем шавот, или вот дарование тары? Какой тары? Я отвечаю, тары Всевышнего. То есть все стоящие там получили тару Всевышнего. Ну, я могу это простым языком сказать, некое такое облучение, которое нас определенным образом сформировало, сделало некие изменения или закодировало нас, как хотите называть это. И все люди, которые там находились, они вот эту вот тару Всевышнего получили вовнутрь, помимо сознания. Это ведь неосознанное дело. Но вот это вот облучение, излучение, оно вот изменило всех тех людей, превратив их в единый народ. И я это называю «в них вошла тара Всевышнего». Поэтому, помните, с чего я начал? Что этот еврей сказал, вот я вот урожденный еврей, никогда в жизни не читал тару, могу ли я себя считать евреем? Ответ – да, конечно. Потому что в нем есть та самая тара Всевышнего. Тара Всевышнего есть в каждом еврее. Потому что в дальнейшем она будет передаваться от тех людей по цепочке, от родителей к детям. И никуда не деться. Поэтому сказано, что тара Всевышнего, когда она входит в человека и меняет его, все, назад уже, обратно нельзя. Нельзя ее вытащить. Мы же знаем, что вот Яков, который становится Исраэлем, ведь Яков родил практически всех детей, кроме Бенемия. Всех детей родил. Вот они сыны Якова. Если же человек проходит Гиюль, он не называется сыном Якова, он называется сыном Исраэля. Потому что Яков становится Исраэлем, приобретая некую духовную сущность. Но при этом он не перестает быть Яковом. Яков – материальная сущность, Экев – пятка, да? И Исраэль – духовная сущность, Яшар-Эль – прямо к Богу. Они совмещены. И получается, граница от Якова до Исраэля. Все, кто находится в этом промежутке, они считаются народом Израиля. Поэтому рожденный от Якова непосредственно, по идее, может быть атеистом. И никогда в руках Тары-Муше не держал, пятикнижения не держал. При этом он остается евреем. И перешедший в иудаизм, прошедший Гиюль, становится сыном Исраэля, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. Огромная ошибка у тех, кто проходит Гиюль, в том, что они думают, ну все, я прошел Гиюль, я стал евреем, и теперь я могу жить, как все евреи. То есть, ничего не делать. Такое ощущение. Потому что в Израиле может сложиться ощущение, что евреи – это некое естественное состояние души и тела. Не обязательно надо напрягаться, что-то делать, соблюдать шаббат. Не обязательно. Я уже еврей. Все. Я уже еврей. Я уже здесь на месте. Это не совсем так. Значит, если ты рожден от матери, и ты, значит, сын Якова, ты действительно можешь ничего не делать, при этом оставаться евреем. Другое дело, что ты тут же становишься на путь страданий. Но это другое дело. Но если ты перешел в иудаизм и стал сыном Исраэля, то ты должен вести себя, как сын Исраэля. Ты уже не можешь себя называть сыном Якова. Ты не являешься сыном Якова. Но ты являешься частью еврейского народа, как сын Исраэля. Так вот, вот эта вот Тара, которая есть в нас, Тара Всевышнего, она на самом деле и определяет наше состояние, как народа или как индивидуальность. А что такое тогда Тара Моше? Тара Моше – это тот текст, который наиболее близко отражает внутреннюю Тару. Но мы верим, что Моше был единственным из всех людей, который был в состоянии хоть как-то записывать под диктовку Всевышнего. И он допускал наименьшее количество ошибок, так скажем. Наиболее точно фиксировал то, что называется Тара Всевышнего. То есть мы можем сказать, что Пятикнижие Моисея – это самый-самый приближенный вариант, самый близкий к тому, что я называю Тара Всевышнего. Получается, что Тара Всевышнего находится во мне, а Тара Моше находится у меня в руках. И я, когда читаю этот текст, я этим текстом произвожу некое действие, воздействие на мою внутреннюю Тару. Я думаю, что я добиваюсь вот этой гармонизации моего внутреннего состояния и моего внешнего состояния. Получается очень интересная вещь. Я должен читать эту Тару не потому, что она мне может рассказать что-то новое. Ну, она, наверное, мне рассказывает какую-то информацию, если она мне дает, да? Правда, я из нее закон не вывожу. Не отсюда закон у меня из устной Тары. Но это не самое главное. Самое главное, что читая внешнюю Тару, Тару Моше, я тем самым определенным образом воздействую на мою внутреннюю Тару, Тару Всевышнего. И тогда получается то, что пишет Давид. Моя душа оживляется. Машиват нефиш. Душа оживляется. Что значит она? Непогибающая душа приходит в этот мир. Мир для нее достаточно враждебный. Враждебный мир материальный для души враждебен. Ей здесь тяжело жить. И вот без этого равновесия внутреннего и внешнего человек, он не целостен. Он не целостен. Поэтому чтение Тары, занятие Тарой, оно меня как бы гармонизирует. Не как бы? Точно. Гармонизирует. То есть, грубо говоря, внутреннее и внешнее давление уравновешиваются. Это меня напоминает, знаете, водолазы. Они опустились глубоко вниз. И потом они должны подняться наверх. И они не могут мгновенно подняться, потому что разность давления начинает производить какую-то плохую работу с их кровью. Кровь начинает там, что-то с ней происходит. Поэтому его рост срочно в барокамеру, давление его держат там. Чтобы это уравновесило, чтобы кровь у него не закипела. Так и здесь. Не держа Тару в руках, я не могу уравновесить свою внутреннюю Тару. Я не могу находиться в гармонии и равновесии. И я неудачник, несчастлив. Я плохо все делаю. У меня ничего не получается. Я напрасно проживаю в мучениях. Жизнь свою проживаю. Поэтому еврей всегда должен держать Тару в руках. Наши мудрецы сказали, что вдруг, если окажется момент, что ни один еврей во всем мире не будет читать Тару, мир рухнет. Ну, это образное выражение. Но в этом есть большой смысл. Особенно для каждой жизни. Для каждой еврейской жизни. Вот это очень важно. Поэтому мы читаем Тару даже не для того, чтобы что-то выучить из нее. Что для нас это жизненно необходимый момент. Просто жизненно необходимый момент. Помимо того, что в Таре есть разные уровни. Мы говорим, есть четыре уровня познания Тары. Уровень сюжета, уровень намека, уровень комментариев, тайный уровень. Разные уровни постижения Тары. У Тары 70 лиц. Понятно. То есть, есть много вариантов понимания этого текста. Причем понятия правильного или неправильного понимания не существует. То есть, я понимаю то, что я понимаю. Потому что Тара не есть руководство к действию. Вот если бы это было руководство к действию, тогда нужно было понимать однозначно. А если это не руководство к действию, это мое понимание. Значит, я нахожусь на том уровне, что я понимаю вот так. Вот таким образом. А вы скажете, ну да, вот заповеди из Тары. А вы знаете, что есть несколько книг заповедей. Вот есть разные авторы составляли заповеди из Тары. И они, эти книги, не одни и те же, да. Есть Цифер Ахину, который составил заповеди. Есть там заповеди Рамбама, которые составили более поздние времена. Да, их 613 Тарьяк Мецвод. 613 заповедей насчитали. Хотя, по идее, можно было бы там больше или меньше насчитать. Я не знаю. Ну, вот так традиционно их 613 заповедей. И плюс 7 заповедей от наших мудрецов. И они по-разному даже иногда формулируются, эти заповеди. Но, смотрите, чтобы заповедь выполнять, мне все равно нужно каким-то образом обратиться к Кустной Таре. Вот если в письменной Таре сказано «И не вари козленочка в молоке матери его», вот такая фраза есть, да. «Не вари козленочка в молоке матери его». Что я могу выучить из этой фразы? Я не варю. Я думаю, редкий человек, редкий человек имеет возможность на сегодняшний день взять козленочка, знать, кто его мама, надавить эту маму и сварить этого козленочка в молоке его мамы. По-моему, говорить не надо, никто этого делать не будет. Оказывается, заповедь-то совершенно другая, да. По поводу молочного и мясного. Смешивать пропорции, каким образом очищать. Это целая история. И в Таре этого не написано. А где это написано? Естественно, это написано, это переведется через устные учения. Через Талмуд, в частности, да. Или сказано, да. «Соблюдай день субботний». Вот сказано, да. «Сохраняй день субботний». «Хоратьяма шаббат шаморатьяма шаббат». Сказано, да. Другой ряд. И что я должен делать? Что я должен делать, чтобы соблюдать день субботний? Как? Зажигай свечи и все. Изготавливай халы и все. Делай кедуш и все. А там же много-много-много требований. Толстенные книги написаны на эту тему. И, конечно же, они опираются на устную Тару. Письменная Тара нам дала указание. Да, я должен это делать. Но сам закон оттуда не выводится. Поэтому, конечно же, читая Тарум, я получаю некие определенные знания. Но, скорее всего, я раскрываю самого себя. Тара мне показывает, где я нахожусь в этот момент. То есть, мой уровень понимания этого текста и есть мой уровень существования, допустим, на сегодняшний день. Ну, вот я вам приведу маленький пример. Вот как вот для меня сегодня. Вот мы прошли вот этот праздник Шавуот. Праздник Сукот. Вот только что был праздник Сукот. Ну, и там вот Сука была. И было то, что мы называем четыре вида растений. Арбаминин. Мы их соединяли и мы вот потряхивали в разные стороны. Это заповедь. Мы должны это выполнять. Четыре вида растений. Причем три связанные. Они находятся в правой руке. А один там и трог в левой руке в определенном положении. Так, чтобы как он растет на дереве. Есть тонкость. Есть закон. Так вот, в этом году вдруг я поймал себя на мысли. Просто поймал себя на мысли. Четыре вида растений. А сколько деревьев было в райском саду? Вы знаете, я стал выяснять этот вопрос. Я открыл для себя очень интересную вещь. Я открыл то, что в райском саду указаны четыре дерева. Ни много, ни мало. Четыре дерева. Понимаете? Это меня так удивило. Я даже вам сейчас покажу, где это я... Вот это. Как это после реки? Нет, это чуть раньше было. Где-то вот здесь сказано, что... Вот, это вторая глава, да? Вторая глава. И это какой у нас стих? Девятый стих. Вторая глава, девятый стих. И написано, что... И вырастил Господь Бог из земли. И дальше написано следующее. Всякое дерево, Нехмат, приятное для вида. Всякое дерево, приятное для вида. Дальше. Хорошее для еды. Дальше. Дерево жизни. И дальше. Дерево познания добра и зла. Вот. Значит, дерево приятное на вид. Дерево приятное на вкус. Дерево жизни. И дерево познания добра и зла. Четыре дерева. И я думаю, а вот что? Вот случайно, скажите, пожалуйста, что... Вот четыре вида растений, да? И четыре дерева. Причем именно одно дерево, оно растет чуть поотдаль. Это дерево познания добра и зла, которому был запрет. И также здесь, видите, три растения соединены, а четвертое вот отдельно. Мы должны их соединить. И я вдруг подумал, а что если вот эти вот четыре растения, это и есть прототипы тех четырех видов деревьев, да? Тем более, что есть комментарии, которые утверждают, что праздник Суккот – это праздник будущего. Праздник исправления. Мы об этом говорили на прошлом уроке, да? О том, что пророк Захарий говорит, что праздник Суккот – это праздник будущего. Праздник окончательного исправления. Значит, если праздник окончательного исправления, то значит, тогда люди возвращаются в Ган-Эден, в состояние Ган-Эден, в состояние добрых опадения. И тогда все четыре дерева им даются, они могут вот всеми четырьмя деревьями каким-то образом манипулировать, да? И даже древо познания добра и зла будет им дано в качестве, ну так скажем, пищи, да? То есть, они тоже могут им каким-то образом, ну не управлять, можно сказать, но каким-то образом манипулировать. Поэтому мне и показалось, что вот эта вот идея, четыре дерева райского сада и четыре вида растений, которыми мы трясем, это на самом деле одно и то же. И из моего расклада получается, что именно Этрог – это древо познания добра и зла. А в нашем случае, что отдельно находится, а в нашем случае Этрог, который обладает и вкусом, и запахом, то есть, самый высокий уровень. То есть, он как бы символизирует древо познания добра и зла, которое мы можем освоить только при полном исправлении, в самом последний момент уже исправления всего мира. Таким образом, видите, вот я читаю там Тару, да? Я читаю Тару Моисея, я прихожу к каким-то выводам, у меня какие-то мысли рождаются. Это не значит, что это истинно или это не истинно, это не значит, что я говорю, это правда или неправда. Это не это. Это значит, что я это прочитал сегодня. Значит, мое понимание или мой уровень находится вот здесь. Но опять-таки повторяю, я это читаю не потому, что я хочу что-то выучить. Потому что я понимаю, что та внутренняя Тара, которая есть у меня, Тара Всевышнего, должна быть уравновешена той Тарой, которую я держу в руках. То есть, Тара Моше. И это очень важно. И если для меня действительно это не пустой звук, я буду стараться как можно чаще открывать Тару Моисея, Тару Моше, пяти книжек, и как можно внимательнее в нее вчитываться, потому что хотя бы немножко, хотя бы там 15 минут, 20-30 минут каждый день, но этот момент как раз гармонизирует меня. Вот этот вывод для меня очень важен. А все остальное, детали, увидел я то, увидел я это, что такое берешит, это комментарии, их всегда нужно читать, они очень интересны. Они мне позволяют увлечься этим текстом. Я должен ему увлечься. Потому что я ведь из года в год его читаю, я могу его знать очень хорошо, и даже многие знают это наизусть, но это не значит, что они должны отложить эту книгу. Они ее все равно должны держать в руках, листать, читать. Вот это вот я вот сегодня вам хотел рассказать. Ну вот, вопросов никаких нет. Единственное, что написано слышно хорошо. Ну вот это вот радует, что слышно хорошо. Да, и я надеюсь, что что-то я вам сегодня рассказал. Всего хорошего. Я вам всем желаю шаббат, шалом, ну и до новых встреч.